Всем привет! Меня зовут Алина Красильникова И вы смотрите это шоу, потому что Алина снова что-то готовит Давайте немножко коротко о правилах нашего шоу Сегодня мы с нашим шеф-поваром Марком будем готовить одно и то же блюдо из дешевых и дорогих продуктов Чтобы понять, стоит ли переплачивать Ну что, поехали? Марк, давай рассказывай, что мы сегодня будем готовить Сегодня мы будем с тобой готовить карбонару, классическую, но больше российский вариант на самом деле С чего мы начнем? Во-первых, мы поставили воду, вода у нас уже все О, у нас кипит Мы сделаем два варианта, более дешевый вариант, но он скорее всего будет отличаться по вкусу И ближе к классике У нас есть паста Ашан и классическая Борила Мы с какого рецепта начнем? С дешевого или с дорогого? Давай, наверное, дорогой, я думаю, он подольше постоит нормально Все Мы, если что, чуть-чуть отложим Камон, камон Ты его так скручиваешь и забросаешь Нормально? Так, давайте подготовим продукты Что у нас? Ты мне говоришь, что делать, я буду Мы берем другой вариант Бекон Что у нас? Твердый сыр Ты можешь, на самом деле, пока натереть немного сыра О, мне нашли работу А я пока отрежу бекончик Что за сыр мы используем, скажи? Это сыр пармезан, аналог, конечно, итальянскому Но он достаточно хороший и качественный Нам сколько сыра понадобится? На самом деле, грамм 40 сыра нам надо Где-то половинку натереть от этого Давай, Марк, пока делаешь, рассказывай Как начал свою поварскую карьеру? С чего он начинал все? Это твоя любовь к готовке? Я на самом деле с детства готовлю С детства это скольки? Это прямо с детства, лет с пяти Сколько раз я обжигался, чуть не сжег дом один раз Потому что не умел пользоваться газовой плитой Бекончик мы подготовили Ты проходил обучение какое-то или просто выходец? После девятого класса я просто пошел в технику кулинарный По профессии вообще техник-технолог общественного питания У нас в техниках учат по советским техкартам Допустим, кухня, так же, как и все остальные сферы Развиваются очень быстро и стремительно Каждый год что-то новое Каждый месяц, грубо говоря, новые тренды Но по большей части повара, я считаю, что учатся на кухнях У именитых шефов, которые сами к этому всему пришли И это уже дальше передается Сначала до золотистой корочки обжарим бекон Немного масла Бекон сам по себе очень жирный Капель по маслу Сейчас у нас сковородочка нагреется, немножечко домой пойдет Так, параллельно мы начнем, наверное, готовить дешевый рецепт, чтобы времени не терять Давай рассказывай, что будем использовать У нас такой замечательный карбонат, недорогой Буквально 60 рублей вышел нам Да, мы взяли уже нарезанный карбонат, чтобы сэкономить немножко Давай я пока открою Возьмем сырок дружбу Да, тоже относительно недорогой продукт Это, можно сказать, замена пармезана у нас будет И со сметаной это будет немного другой вкус Но это будет более дешево и густо Вообще, в чем заключается задача шеф-повара? Расскажу На самом деле шеф-повар очень многофункциональный Шеф-повар должен уметь вообще все делать Он должен как и подходить к гостям Но, к сожалению, у нас в России это не часто практикуется Делать десерты И он должен все уметь Делать заявки И управлять кухней Так, я сыр натёрла И мне кажется, надо закидывать Сковородочка у нас раскалилась Мы сейчас закинем аккуратненько бекон И его немножко попотрошим Могу свет включить на слитой Запах, Алина, чувствуешь, какой запах? Сколько нам нужно обжаривать бекон? Мы буквально полминутки его обжарили Смотрите, такой шикарный получился бекон Мы добавим кисточка Это будет подзолотиться У нас ещё больше аромат Вкусно пахнет, очень Добавим макарон А сливки когда мы будем добавлять? Потом уже? Сливки мы добавим попозже, прям в конце К сожалению, мы воду не оставили от макарон Надо было немножечко слить Это я готовила Поэтому Страшно, мы Вопрос рецидово мы даем отсюда Ты сам любишь пасту? На самом деле, да, это очень просто готовиться Я считаю Так, мы сколько добавляем? Добавим грамм 100 сливок Сейчас посмотрим, как они у нас свернутся Нет, давай добавим все 150 грамм У нас упаковка 200 грамм Где у нас пармезан, Алина? Пармезану здесь Мы добавляем весь пармезан? Нет, мы добавляем не весь пармезан Давай добавим половину А половина у нас на декор уйдёт Теперь нам нужно добавить 2 яичных желтка Давай я это уберу Отделим белок от желтка Так, я подручный Что мы будем сейчас делать? Для чего это, расскажу? Выбросим Это соус Как раз классический карбонеро-соус Туда в состав идут желтки Яйца Одно яйцо лопнуло И вмешиваем быстренько-быстренько Чтобы у нас желтки превратились в соус Они свернулись Они должны свернуться? Они не должны свернуться Они должны превратиться в соус И смешаться со сливочками Будут ходить отекшим Да, мы берём и так сворачиваем пасту Машу на кинцетике Сейчас мы его выложим Красивую тарелочку Замечательная у тебя тарелка И остальное соус с бекончиком Мы прям так щедро-щедро Смотрите, как замечательно Здесь есть такие замечательные Камударки черри Возьмём одну штучку Это просто декор Здесь я не порежу Вот, посмотрите, как он режет лук Мы дома так не режем Очень тоненькие слайсики Посмотрите просто Это что такое? Уберём? Пока не видим, могу сиськи На самом деле, наверное, надо было сначала пармезан Мы сейчас весь лук засыпем пармезаном И будет некрасиво А мы ещё лук положим? Насыпаем пармезаном Щедро-щедро, щедро, не жалей А как там делать это? Как нашу фокус-группу? Давай, давай Повыпендривайся Так, тем временем Мы подготовили уже пасту для второго блюда Мы её сварили По положенному таймингу Сейчас разогреваем сковородку Нам предварительно нужно нарезать карбонат Я правильно понимаю? Всё верно, Алин Ты можешь этим заняться Либо включить мне плиту Потому что я не могу разобраться Я включаю плиту, ты режешь Так будет проще Давай, нарезай тоже со мной карбонат Карбонат Примерно вот так Вот так? Не Ну, тут у тебя мелко будет Так, и вот так Наискосок можно даже рубануть Треугольником пускай будет Так, масло у нас нагрелось Давай Так, мы что сейчас делаем? Закидываем карбонат Карбонат закидываем Немножечко обжариваем Колеруем Так же красивее, как бекон Инструмент Благодарю Наши коробки Не мочи слайсики По-моему, пармезан Он же как-то топится правильно Получается, он со всех сторон Обволакивает макароны Да, все верно И получается, что Это очень Очень сильно вкусно Ничего не сгорело А зачем мы водичку добавляем? Вообще Итальянцы От того, что мы водичку добавляем Корочка не уйдет? Нет, нет, нет У нас как раз таки Все перегаринки Соберутся со сковородки И это даст еще больше аромата Вкус Для пасты для этого Мы подготовили вот такую тарелочку Красивую тоже Мы добавим немного сметаны Так, добавляем Я добавляю Ты меня стопоришь Еще одно Все, все Хватит Мы это немножечко Загрущаем Выпариваем Давайте сюда поставим Так, я получается Перчу опять С этой перцебулкой Все Давай 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 Сказали ремен Ничего не могут Так, ты меня стопори Тогда все Я считаю, что достаточно Мы на самом деле Тарелинцы любят перечный соус Это просто сливки с перцем Так, немножечко выпариваем Утягиваем пасту Добавим сырок дружбы Так, время сырка дружбы пришло Давай А, я буду? Нет, нет Давай, тресть сначала добавим Посмотрим Сейчас у нас как затянется Это все У меня просто есть Большое предположение Что сырок дружбы Вообще плохо плавится Так, ты, наверное, сюда давай И тут Давай разделим Белки от желтков Вот у нас здесь белки Потом мы их используем Другое блюдо какое-нибудь Да Чудеса Мы по старинке вот так вот Вот так не умеете Второе яйцо двое Еще поворотом делают Два яйца Второе двое А, я что ли? Конечно Блин, ну вы что думаете, я умею? А, у тебя получится Мы в тебя верим У тебя белок весь ушел Но это быстренько-быстренько Я справилась Хоть с яйцом справилась Мне как будто этот соус Больше нравится, чем тот Он действительно вкусный Цепляю И вот прям на скалу Ну все, клади, клади Клади Опа Кстати, самое вкусное Соберем И заложим На самом деле Выглядит не так, конечно Как хотелось бы Но в целом это очень вкусно В принципе, домашняя версия Давай немножко пармезаном украсим Я доверю тебе полностью украшения Все в твоих руках Ты же уже все нарезал Ничего страшного Может быть красивее Так, значит Помидорки Так же кладем Как тебе нравится? Нет, так же будем класть Ну не так красиво Но мне надо получиться, конечно, еще Я считаю, что у тебя шикарно получается все Ну не знаю, не знаю Вообще я скажу тебе так Пасты выглядят практически одинаково Как и выглядит, так и на вкус Я уверена 100% одинаково Но мне кажется, что-то у них все равно отличается И будет интересно узнать В любом случае у нас что-то будет отличаться Но я думаю, для дома это замечательная версия Да, я тоже думаю Вообще мы очень быстро справились, во-первых Да, на самом деле это очень просто Поэтому я думаю Дома каждый вечер Если вам после ужина так впадло готовить Прямо лень Не хотите его ничего готовить Даже яичницу Вот замечательное блюдо на вечер Я думаю, что такую пасту может приготовить вообще любой И студент, и работающий Вообще любой человек Потому что она готовится очень просто и быстро Самое главное Ну что, настало время и нам попробовать наше творение Поэтому уберем вилочки Мы-то знаем, что это дорогое, что дешевое Но все равно стоит попробовать Вместе? Держи Давай Немножко, что-нибудь Кто-нибудь как не родные Да, немного подостыло, к сожалению Соус у нас не такой жидкий Ой! Паста, как видите, с вами разваливается немного Ну мы попробуем Давай, я думаю, можно поставить Уже достаточно вкусно Мне очень нравится эта паста за счет того, что есть сыр Дружба Он тоже придает Я думала, что сыр Дружба, он очень сильно дешевит Очень сильно дешевит продукт Но на самом деле мне нравится вкус Он неплохой в сочетании с этим Неплохой, неплохой, согласна Так, давай второй попробуем Я все-таки от этой пасты жду чего-то большего Ну, весь, конечно Совсем по-другому Здесь очень сильно чувствуется вкус бекона Такой зажаристый Вот это выпаренное сало Чувствуется именно влакнистость мяса на самом деле Да К сожалению, она остыла И соус мы уже в полной мере не попробуем Но мне кажется, здесь немножко побольше перца Оно такое пикантное Обволакивающее И то, что пармезан растворился Это вообще очень вкусно Да, это очень замечательно И к тому же бекон очень тоненько нарезан И это придает тоже такое дороговизну блюду Здесь, несмотря на то, что мы купили уже нарезанный карбонат Он тоже был достаточно тонко нарезан Но все равно мясо чувствуется, что отличается В целом, это оба вкусных блюда Вы можете приготовить и дешево, и дорого Да, на самом деле, мы можем сделать вывод о том Что можно купить и дорогие, и дешевые продукты В принципе, вкус у них не то чтобы одинаковый Но кушать можно очень вкусно Дорогое, конечно же, отличается Потому что оно более насыщенное Более пикантное, более вкусное Но, я думаю, в принципе, разница Да, я считаю, разница не особо большая Даже если вы это не попробуете И попробовать это будет все равно вкусно Поэтому я думаю, что и студенты, и работающие люди Все могут позволить себе как такую Такую карбонару, в принципе, это не совсем К тому же это очень быстро Быстро, вкусно И достаточно И слепно Поэтому мы с вами, наверное, на этой ноте попрощаемся Увидимся с вами в следующем выпуске С вами был шеф-повар Марк И Алина Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok